Плюс 10% к окладу работникам сферы культуры с ноября повысят гарантированную часть заработной платы. На комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили меры, принимаемые для повышения зарплат работников в бюджетной сфере, определенных указами президента. В соответствии с дорожной картой, в 2017 году уровень средней заработной платы работников культуры должен составить 90% от уровня среднемесячного дохода или 18 080 рублей. Для достижения целевого показателя в областном бюджете предусмотрено 131 миллион рублей, что на 93 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. И большая часть выделенных средств, а именно 89 миллионов рублей, предусмотрена для муниципальных учреждений культуры. Если говорить о заработке сотрудников сферы образования, то в 2017 году муниципалитетам предусмотрена субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением. Средней зарплаты работников в дополнительном образовании до средней заработной платы учителей в Ивановской области. Выделено в системе образования 4 миллиона 102 702 рубля. Это позволит в 2017 году достигнуть выполнения целевых показателей и обеспечить среднюю заработную плату в системе дополнительного образования в размере 20 601 рубля при условии софинансирования соответствующего из муниципальных бюджетов. В сфере здравоохранения, чтобы увеличить до целевых показателей зарплаты врачам, среднему и младшему персоналу, было принято решение о повышении тарифов на оплату медицинской помощи средств фонда медицинского страхования. Был увеличен на 4% базовый подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц в системе ОМС в амбулаторных условиях. С 1 сентября увеличен на 10% размер средней стоимости законченного случая, так называемая базовая ставка в условиях дневного стационара. Размер базовой ставки увеличен также для круглосуточного стационара на 1% и по скорой помощи на 2%. Кроме этого, будут еще пересмотрены тарифы по подушевому финансированию. И все же, несмотря на принимаемые меры, уровень реальной заработной платы в регионе невысок. Это подтверждает мониторинг среди субъектов страны. Средняя зарплата в нашей области, исходя из которой рассчитывают все целевые показатели, является одной из самых низких в ЦФО. Любовь Почерникова, Денис Денизов, РТВ Иванова.